Что делать, если наболевший вопрос уже никто не в силах решить, и человек в отчаянии ищет помощи? В подобных случаях есть выход записаться на прием главе района. Один раз в месяц в здании администрации Сергей Кошман осуществляет прием граждан. Последняя такая встреча состоялась на этой неделе. Подробности в репортаже Юлий Пагасьян. Каждую третью среду месяца глава Ленинского района Сергей Кошман проводит прием граждан. Запись осуществляется отделом по работе с обращениями в 112 кабинете здания администрации путем письменного заявления гражданина. График работы публикуется в газете «Видновские вести». Сначала вопрос, с которым обратился человек, направляется заместителям, курирующим ту или иную тему. С ним должны проработать специалисты. А если его решение не в компетенции этих людей, происходит перенаправление к главе. Многие вопросы люди решают не потому, что кто-то до этого не хотел решить, но есть какое-то другое видение у Сергея Николаевича, которое помогает все-таки решить этот вопрос. Какие-то указания, которые, как он видит, могли бы помочь, и это работает. В этот раз на прием главе района были записаны четыре человека. Вопросы, с которыми люди обращаются к Сергею Николаевичу, разные. Некоторые касаются решения личных задач и другие общественных тем. Так, например, одним из животрепещущих общественных вопросов стала проблема дорог в деревне Жапкино, сельского поселения Булатниковское. В марте 2012 года здесь резко увеличился поток легкового и большегрузного транспорта. По мнению местных жителей, автомобилисты через их деревню стали объезжать пробки. Но в конце прошлого года к этому прибавились 30-тонные самосфалы, перевозящие стройматериалы для строительства многоквартирных домов неподалеку от Жапкино. Он с пониманием отнесся, дал команду решить то, что мы поставили в письме. А я крайне удивлен, приятно удивлен, не думал. А пока вопрос ремонта дороги в деревне Жапкино будет решаться, глава дал распоряжение установить при въезде ограничители по высоте для большегрузного транспорта и положить так называемые лежачие полицейские. Юлия Погосян, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видно этого.